всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжает свою работу с вами я гела база за и сегодня у нас традиционный звезд детственном кусту с хорошим знакомым и любимым нами приходится привет гела привет все очень важный период час просто навалилась немножко особенно психологическом плане вчера я называл у нас в украине атакой неврастейников хайпажора вообще но почему потому что но такая зрада была разведена по интернетом что все пропало фронт сыпется контроль утрачен хаос ну короче а тут еще f16 пилот погиб и там еще и без угла со своим идиотизмом ну то есть реально хотелось уже как-то или выпить стакан водки или еще что-нибудь собой сделать но опять же тут совет совет 1 и сегодня я буду пораз на украинском телевидении там студии так далее буду давать совет и просто принять душ холодный если кому-то хочется разобраться с хаосом управлении ну вообще сначала почитать что такое управление разобраться с определениями но и но и так далее то есть или ну лучше всего конечно же поучаствовать в этом непосредственно они с дивана руководить дивизиями и и полками то есть в принципе информационная повестка такая что действительно русские продвигаются на покровском направлении мы сейчас на карте посмотрим я вот вот я же приготовил это сейчас смотри да то есть в принципе сейчас я сразу дам общую картину то есть если мы вспомним май месяц то россия которая начала тогда операцию на харьковском направлении стартанула в очередной раз то есть они свои наступления ведут с октября прошлого года многие говорили что это тупик никакой это не тупик я например помнишь мы говорили что никакого тупика нет это 24 год будет самым напряженным и будет очень много всяких событий так вот с мая россия наступала на нескольких 6-7 направлений тогда было активно ну и все говорили все провал полный провал сейчас россия прорывается харьков прорывает купянская лиманская часов ярд торецк покровское направление кураховская угледарская ну и там юг и так далее все донбасс право провалился теперь мы находимся сейчас в конце августа и что мы видим во первых появилась курское направление россия очень мощно сейчас работает пропагандой снижая значение курского курской операции и подымая на наступление на покровском направлении но что происходит сейчас по сравнению с маем россия наступала на 6 7 направлениях причем мощно пытаясь продвигаться помним прорывы часа в ярд торецк постоянно на слуху харьковское направление это вообще уже харьков некоторые взяли и так далее но что мы имеем сейчас сейчас мы имеем одно наступление одно направление наступление у россии и одно направление наступление украины то есть сейчас идут два параллельных наступления на карте на карте давай мы это покажем потому что это очень хорошо видно конечно конечно вот если вы чуть-чуть отдалишь по Я специально сделал видео, чтобы было все абсолютно понятно. Смотри, вот, значит, 23 числа где были они, и сейчас мы увидим, где они сейчас. И я хочу подчеркнуть, да, это за неделю, и я хочу подчеркнуть, что это самое именно то напряженное направление, на котором Россия продвигается. А мы сейчас увидим другое. Да, если ты сейчас возьмешь, например, Часов Яр и Торецк, их видно. Обязательно. Не-не-не, это ты уже далеко пошел, там принцип, вот тут точно ничего не двигалось, то есть у Дипстейта. Часов Яр и Торецк, это чуть ниже, если мы сейчас... Подожди, а ты знаешь, что я... Извини, я сейчас просто это видео уберу, я сейчас зайду с карты Дипстейта. Да, на карте оно... И там гораздо проще будет все. Да, на самом деле там нет каких-то категорических движений, которые не позволят охватить это все буквально там именно картой. То есть тут не было каких-то тектонических каких-то изменений на карте. То есть если посмотреть... Да, на карту. Теперь ты мне просто говори, где что показывать. Вот сейчас подходи, да, возьмем Часов Яр, Торецк и Покровское направление. В принципе, сразу три можно будет видеть сейчас. Они вот создают вот это вот... Да, вот смотри, вот Часов Яр это верхний фаз и Покровское это нижний фаз. И вот мы можем видеть... А Торецк это фронтальный. Да, вот, вот. Вот отлично видно, да. То есть неврастейники, реально неврастейники, которые вчера говорили о том, что... Вернее позавчера и некоторой неделе назад говорили, что все, хаос, управление утрачено, фронт провален, русские идут на Днепропетровск и далее на Киев. Прошло несколько дней. Теперь мы смотрим, что произошло с 23 по 30. Часов Яр это верхний фаз. Видите, вот. Можно показать? Да, да, показывать. Вот, показываю изменения. На Часов Меру продвижений ноль. На Торецке, ну, скажем так, условное продвижение. Дипстейт что-то нарисовал, но на самом деле продвижений нет. Главное продвижение на Покровском направлении. То есть, о чем я сейчас хочу сказать. Что на фронте больше тысячи километров. За три месяца, лето, Россия удалось пробиться вот на несколько километров на одном направлении. На других направлениях наступление остановлено. И на Покровском направлении наступление канализировано. И теперь, то есть, зачем канализируется это наступление для того, чтобы украинской армии легче было контролировать ситуацию. Если некоторые эксперты с диванов говорят, что украинское командование утратило контроль над ситуацией, полный хаос, провалы и так далее. Нет, ребята. Все как раз наоборот. Вместо шести направлений сейчас одно направление, которое легче контролировать. Но это просто обычная математика и физика. Еще раз показываем. Да, если вы контролируете шесть участков фронта на тысячу километров, это одни усилия. По маневру, по концентрации резервов, по распределению сил, ну, естественно, нагрузка на управление и логистику, какая ложится. Сейчас мы видим, что это канализировано на Покровском направлении. Параллельно происходит украинское наступление. В чем разница в канализации вот этого наступления российского и украинским наступлениям? Дело покажи, пожалуйста, Курскую область. И мы сейчас посмотрим, чем отличается. Вы заметили? Я просто хочу показать, чтобы... Понятно, что две недели назад никто же не говорил, что фронт прорывал. Ну, вот три недели назад. Четыре недели назад берем. И что мы видим? Ну, ну... И что мы видим? Вот заполнение вот этого участка. Сколько до этого участка? Да. То есть, смотрите, канализация между украинскими оборонными позициями, украинское командование заводит русские войска в определенный коридор. Теперь смотрите, я просто сразу объясню, что вот так вот наступать вообще неправильно. Нельзя так наступать. Почему Россия так наступает? Потому что они по плану должны были прорвать фронт на Лиманском направлении, а сверху еще на Купянском. Для того, чтобы на Купянском направлении прорвать, они в мае начинали операцию на Волчанском направлении. Для того, чтобы ударить сверху севера по Купянску. Не получилось. Вот это вот сосредоточение, хотя пропаганда говорила о Харькове, на самом-то деле они хотели двинуться, прорвать фронт и проломить вот этот вот участок аж до Купянска. И если бы им это удалось, тогда можно было бы давить на Лиманское направление. Дело показывает, опускаем низ, да, вот здесь Лиман, Лиманское направление, которое сейчас... Вот здесь Лиман, вот здесь вот Лиман. Да, если бы они с Купянска и с Лимана начали давить, смотрите, что получается. Формируется северный фаз, огромный северный фаз наступления, который, в принципе, вот был вот это зеленое, это и был этот северный фаз. Это в 22-м году, когда была проведена операция по освобождению Харьковской области. Так вот, вот этот фаз нависал, покажи, где оно нависало. Оно нависало на Славянском Краматорском. Вот если внизу посмотреть, да, вот видите, где оно нависало. Вот это была сложная ситуация. Вот это была сложная ситуация, потому что фактически фаз наступления для охвата славянско-краматорской агломерации уже был создан, но украинские войска его нейтрализовали, они его зачистили. Теперь что происходит? Значит, с мая, лучше говорить, с октября 23-го года, не удалось вернуть этот фаз северный. То есть северного фаза не существует. Мы идем дальше. Теперь идем дальше, дело на фаз фронтальный, который, в принципе, составляет вот как раз Часовьяр, Часовьяр, Торецк и Покровское направление. На фронтальном фазе есть только один коридор, который им удалось сделать на Покровском направлении. Все остальные направления стоят. И южный фаз – это угледар. А теперь давай посмотрим, что на угледаре у нас происходит. Сейчас там мощнейшие просто попытки. Сегодня ночью было на угледаре, на Кураховском направлении, попытки прорвать фронт. 17 единиц бронетехники было остановлено на Кураховском направлении, да. Отброшено, уничтожено 14 из них. То есть это видео есть, там можно посмотреть в телеграммах, пока он там еще не запрещен и так далее. То есть о чем я говорю? Смотрите, наступать так, как сейчас делают русские – это против вообще логики. То есть для того, чтобы оккупировать какую-то территорию, вам нужно охватывать ее. То есть прорыв хотя бы с двух флангов окружается территория, смыкается, проводится зачистка по фронту, догоняется и так далее. Но это классика жанра. Что пытается делать Россия? Но что у них получилось? Прорывалось выйти в коридор. Теперь смотрим ближе к Покровскому направлению. Можешь опять показать Покровск. И мы сейчас посмотрим, что у них там происходит. То есть на Покровском направлении они сейчас создали коридор, который уперся. Вот сейчас они, многие кричат, все, посыпало все. Я вам просто говорю, что вот в районе… Дело приблизи еще, пожалуйста, чуть-чуть, чтобы было видно населенные пункты. Да, вот есть, смотрите, видите географию? Вот в районе Гродиевки география. Дальше. Если мы вот идем, да, от Гродиевка, и потом мы дальше идем, фактически, то мы видим, что там идут возвышения. И если от Гродиевки и те стрелки, которые бьют россиянами, они пытаются здесь прорываться, они уперлись здесь. И в принципе, если они дальше будут пытаться вот просто переть на Покровск, они будут вытягивать вот этот коридор. Естественно, возрастает опасность для них удара украинскими войсками в фланг. То есть вы же не думаете, что… Почему они не расширяют фланги? Вы же не думаете, что это просто так русским хочется? Нет, потому что в флангах вот этого коридора стоят украинские войска. И чем дальше они двигаются на запад или на северо-запад, вот в этом коридоре возрастает угроза для флангов. Поэтому чем они сейчас занялись? То есть они уперлись два дня назад вот по фронту. Сейчас главные усилия направлены на населенный пункт Селидова. Вот если немножко на юго-запад, юго-западный участок вот этого фронта, вот если ты приблизишь, да, вот Селидова. Это сейчас главное направление российских атак. То есть они хотят расширить фронт на юг. Таким образом, если сейчас ты отодвинешь карту на восток немножко, то есть увидеть вот это вот прорывы, да. То есть они бы хотели, конечно же, вот на Кураховском направлении, почему они рвутся вперед? Потому что они хотели бы, видите, формируется такой вот котел, да. Вот если так посмотреть, вот если вот на южном фасе вот этого коридора, теоретически, да, вот видишь, но не такой большой, поменьше. Вот приблизься, чтобы мы увидели населенные пункты, могли их назвать, да, вот это, да. И если представить, что они, конечно же, вот с севера пойдут с этого коридора на юг, а с севера, с юга на север пойдут смыкаться, то фактически получается такой вот котел, который они сейчас пытаются образовать. Но вот то, что было вчера, например, и сегодня, огромные усилия, но пока украинские войска держат. И когда определенные неврастеники уже пару дней кричали, что все, украинские войска побежали. Причем это говорят в Украине. Причем многие уважаемые, как бы, блогеры. Слушай, мы еще с тобой поговорим об уважаемых блогерах. Да, это не военные говорят. Военные себя, истекая кровью, смотри, самое главное, что военные, истекая кровью, сдерживают просто сумасшедшее наступление. Это просто сумасшедшее наступление. Они бросили туда все, что у них есть. Я понимаю, они хотят до конца этого года хоть что-то достичь. Ну, то есть, представь себе, Гелов, сейчас любой президент приходит в Соединенные Штаты, Харрис, Трамп, и говорят, давайте все, товарищи Путин, Зеленский, давайте уже как-то заканчивать, потому что, ну, невозможно уже терпеть вас. Трамп, ты же видел, что сказал Трамп? Украинцы напали на Россию. Все. Я не видел. Не видел? Как? Ты что? Это же известнейший. Пару дней назад на одном из митингов заявил так. Вы видите, что у них происходит? Вот вы видите, что происходит между Россией и Украиной? Украина уже вторглась. Он использовал. Вторглась в Россию, и мы привыкли к Третьей мировой войне. А Прокурс сказал, да? Да, да, да. Он сказал, что Украина, но он слово вероломно не использовал, он сказал, вторглась в Россию, и мы идем прямиком, к Третьей мировой войне. Ну, естественно, он сказал, это из-за того, что политика Байдена, Харрисона, они все просрали и так далее, извините меня за выражение. То есть он сказал, естественно, он подводит все к этому. То есть в любом случае после выборов в Соединенных Штатах соберется какая-то критическая масса, и Украину и Россию будут призывать к переговорам. Президент Зеленский, кстати, у него была пресс-конференция на днях, и он сказал, что есть план подготовки, скажем так, к урегулированию окончания войны, который будет передан президенту Байдену, кандидатке Харрис, кандидату Трампу в сентябре. То есть этот план включает как военный аспект, так и дипломатический, экономический и так далее. Дипломатический имеется саммит мира, который планируют провести после визита МОДИ в Киев. Сейчас разговоры были о том, что, возможно, даже в Индии, ну и так далее. То есть тут сейчас пока разговоры такие ведутся разные. Но смысл в том, что военный аспект, Зеленский сказал, что Курская операция входит в этот военный аспект. Не только, но Курская операция важна. И вот на данный момент, если представишь, что начинается какое-то подведение, грубо говоря, итогов под эгидой Соединенных Штатов, возможно, туда присоединиться Индия, Китай, я не знаю. То есть миротворцев сейчас очень много. Папа Римский там какие-то четыре пункта своих выдвинул. Правда, они совершенно не относятся к миру. Если бы я выделил стороной конфликта, я бы сказал, что я тоже буду миротворцев. Но я сторона. Да, то есть все сейчас что-то выдвигают, предлагают. Далеко это все от каких-то реалий. Но на самом деле, если даже подводить итоги сейчас, что происходит? Россия вот продвинулась до Покровска. Но это вообще, это пока играет не совсем в позитив России, потому что в отсутствии прорывов на Лиманском направлении, Часовьяр, Торецк, Кураховское направление, Углидар, Покровское направление пока выглядит просто как отросток, который можно отрубить. Это не военная операция по оккупации Донбасса пока. То есть это не тянет на это. А вот есть сейчас дело. Мы посмотрим на Курскую операцию, мы ее еще не рассматривали. Дип-стейт не показывает, естественно, всех операций, которые проходят. Дип-стейт показывает такую ретроспективную информацию. Но просто я хотел бы показать, в чем разница между украинской операцией, как проводится правильная операция, и как проводится, например, операция россиян. Так вот, если дело... Я очень сильно прошу прощения. Я слышал следующую вещь, что вот за вот этим прорывом дальше уже ничего нет, ни укреплений нет, ничего нет. То есть чистое поле, они спокойно дойдут до Покровска, а потом и дальше прорвут фронт, и поехали, 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 поехали. Поэтому, куда не даем, посмотрим. И за счет ничего нет, мы увидели в эти... Я же говорю, неврастейников, хайпажеров хватает, да. Ну, не тренялись чего нет. А теперь возвращаемся в Курску. Да, ну то есть вот так вот они сели, из Покровска поехали в Киев. У меня вопрос, так а зачем войну было начинать? До этого существовали автобусные рейсы из России в Украину. Садишься, едешь в Киев, просто не надо было вот это все устраивать. Если ты хочешь проехаться с Покровска в Киев налегке, надо было раньше это делать. Сейчас уже вряд ли получится просто. А теперь, смотри, то есть, Гела, вот если представить, а Дипстейт просто не показывает, что Глушковский район, а Глушковский район, это вот от границы, да, вот от границы Украины до речки Сень, да, вот это. А там уже, я напомню, мосты и понтоны все уничтожены. Вот это, в принципе, серая зона. Можем сказать так, что она еще, конечно же, не может объявлена быть под контролем Украины, потому что там находятся пару тысяч, ну, разные оценки, тысяча-три тысячи российских военнослужащих, которых нужно или убить, или они сдадутся. Ну, то есть, операция там продолжается, но вот посмотрите на вот эту картину. То есть, Глушковский район закрасен и зона операции, которая проводится дальше по Курской области. Что мы видим? Красивая буферная зона. Красивая буферная зона, не какой-то коридор непонятный на Курск, который можно было бы отрезать, а вот именно красивая буферная зона, которая будет стабильной и которая будет сохранена. То есть, если кто-то сомневался в том, что сейчас вот Ахмад Сила приедет, там всех разгонит, а теперь попробуйте вот это вот разогнать, попробуйте вот это все разогнать, потому что это будет огромная территория. Я просто напомню, что вот сейчас идет около двух тысяч километров. Это то, что изображено Дип-стейтом с учетом серой зоны. И вот это Глушковский район, это около 700-800 квадратных километров. То есть, это неплохая территория, скажем так, для контроля. Опять же, если Украина сформирует свои усилия именно на создании буферной зоны, то если мы пойдем, например, на север по такой же ширине, а можно шире, да, вот если мы пойдем там наверх к Брянской области, то там тоже интересная такая география, которая позволит Украине откусывать кусками и создавать буферную зону такой же ширины, ну, то есть 50 километров, например, с опорой на географию. Вот это операция, которая именно формирует стабильность пребывания войск. То, что делает Россия сейчас, вот это вот, это дичайший напор, это дичайшие вытраты ресурсов, такое впечатление, что у них, я понимаю, что у них Россия большая, но, ребята, поймите правильно, так наступать нельзя вечно. Ну, нельзя, ну, нельзя так наступать еще год, потом еще год. Дойти, например, вытянуть эту сосиску на Покровском направлении до Днепра, вы хотите сказать, не получится. То есть суть в том, что для того, чтобы России оккупировать Донбасс, они находятся в примерно том же состоянии, что и в апреле 2014 года или в феврале 2022 года. Ну, да, вы можете сказать, ну, Луганская-то область практически оккупирована. Да, Луганская область оккупирована. Но если говорить о Донецкой области, вот я просто хочу напомнить. Смотрите, видите, фиолетовый, фиолетовый цвет. Фиолетовый цвет – это то, что было оккупировано с 2014 по 2022 год. А теперь посмотрите, сколько оккупировала Россия за вот эти, с 2022 года по 2024 на Донбассе. И какие усилия они потратили, и сколько они людей угробили. И у меня вопрос. Имеет смысл гробить столько людей, техники, уничтожать эту Россию? Придется ее уничтожить уже. Для того, чтобы захватить вот эти вот территории. Вот эти вот территории. Вы видите, сколько они захватили территорий? Ведь многие забывают, что вот они продвигаются сотнями километров в день. Ну, посмотрите, сколько они прошли за два с половиной года. Стоит это тратить? И как вы думаете, они пройдут с учетом того, что Украина вооружена... Как Украина была вооружена в 2022 году, как Украина вооружена сейчас? Смогут они пройти больше за следующие два с половиной года? Могу нажать. Выдержите... Не могу нажать, потому что я на 20 февраля пытаюсь нажать. 24 февраля, я не могу нажать. Ладно. Ну, видимо, да, не было еще. Но, Гелла, тут, в принципе, видно. Вот, в принципе, вот это... Зато 1 февраля могу нажать, да? Опять не показывает. А вот, вот смотри, вот здесь 16 февраля 23-го года и... То есть через полтора года, да? И сегодня. Вот полтора года, полтора года, чтобы... То есть многие говорят, ну, ведь Украина-то не выдержит. Но ведь русские это проломили уже фронт. Ребята, это называется проломили фронт? Ну, вот это проломили фронт? Еще раз, 16 февраля. Удом проломили. Смотрим на 16... Последствую ситуацию на 16 февраля. Это больше полтора года, да? Гелла. А теперь давай сделаем еще эксперимент. Отодвинь карту, чтобы было видно Украину всю, да? Киев, там, Днепр. Да, теперь давай сделаем то же самое движение. Ну, давай сделаем то же самое движение. Сейчас на Львов. А теперь давайте представим, сколько... Ну, то есть... Ну, смотрите. А теперь до Львова давайте дойдем. Я по ним... То есть, смотрите. Вот эта вся иллюстрация показывает, что Украину можно уничтожить только если уничтожить украинскую нацию, уничтожить украинское руководство, уничтожить Киев, я не знаю. Ну, то есть, то, что они мечтали сделать в феврале 22 года быстрым ударом, когда они сбежали с Киевской области, им нужно было просто покаяться и быстренько сделать вид, что ничего не было. Тогда был бы шанс как-то сохранить Россию. Не Украину. Украина только усиляет. То есть, вот сравнивайте, вот вы карту вам показали, сравнивайте реалии, не то, что вам говорят пропаганда, не то, что вам говорят хайпажоры, которые хотят накрутить охваты и так далее. Реалии. Уничтожить таким способом Украину в течение, сколько, вот посчитайте, там есть люди, которые умеют считать, вот если таким темпом Россия будет идти по Кровскому направлению, то они через 500 лет дойдут там до Мадрида. Есть такие люди, которые там называются экспертами, они реально на серьезе считают вот такие вещи там, что если они там сегодня про все километры, то если посчитать там до 2050 года, они могут дойти до пригорода Люксембурга, я не знаю, там и так далее. То есть, есть такие эксперты, которые этим занимаются. Но теперь посчитать. Это прикольно. Это прикольно. Да, да, да. Есть такие люди, считают и рисуют коридоры такие вот. Такое ощущение, что можно прорубить коридор по территории Украины, он будет как-то вот, как автобан платный, знаешь, закрытый. Я Люксембурга найду. А, этот, смотри, возможно же гиперлук построить. Маск продаст Путину за большие деньги патент, и они прокопают гиперлук под землей и вылезут прямо в Мадриде. Возможно и так. Но, еще раз почекну, кто может ответить, можно ли таким способом уничтожить Украину, как это делает Россия на протяжении двух с половиной лет? Нельзя. Ну, нельзя уничтожить Украину. Украинцы только сами себя могут уничтожить. Точно так же, как Россия пытается уничтожать разные нации, вот не знаю. Но пока, пока вот я могу только пример Белоруссии привести и то. Белорусы сами... Отыграются, ребята, отыграются обязательно. Белорусы отыграются. Просто белорусы выбрались и избрали себе в 1994 году человека по имени Лукашенко, который вот законсервировался вот. И поэтому России удается сохранять мягкую аннексию Белоруссии. Как только Белорус сбросит себя вот этого усатого товарища, ну, не знаю, сколько это будет продолжаться. Можно, конечно, все будет зависеть от того, какую диктатуру поставит там ФСБ, но, опять же, как только в России начнет шататься вот этот режим, даже если туда придет еще более жесткий режим, все равно Белоруссия уже выйдет. Все это держится только исключительно на персональных связях Лукашенко, не только связях, экосистемы, которые созданы вот этот совок ФСБшный. Это Лукашенко, Путин, Патрушев, вот эти все Кириенки и так далее. Вот это все держится на вот этих персональных вещах. Как только в России будут приходить какие-то, я не знаю, экстремалы-монархисты, дугины и так далее, Беларусь тут же выскочит. Вот пока будет законсервирована вот эта ситуация, да, у Беларуси нет шансов. Как только будут изменения, в любую сторону, победят ли в России какие-то либералы с какими-то непонятными взглядами на чудесную Россию или, наоборот, монархисты, идиоты, дугины и так далее, все равно это будет крах всей этой системы, которую реваншисты строили в течение путинского режима. А другие страны вообще невозможно, ну, Путин, понятно, почему ведет войну, у него только один шанс выжить, не только у него, понятно, все его окружение. Только эта война останавливается, его режиму придет конец, поэтому они будут эту войну тянуть. Завоевать Украину невозможно. Есть возможность, вот на что они рассчитывают, заставить через западных наших партнеров Украину сдаться. Чтобы, чтобы Украина сама сдалась. Это единственный шанс. Вот, вот, именно на это они, только на это и расчет. Только один шанс. Нет военного решения у России по поводу Украины. Ну, нет, ну, сбросят они даже ядерную бомбу. Ну, нет решения военного. Они таким образом просто гробят российский, хотел сказать русский, российский народ. Пока еще вот это вот понятие российский существует, вот этот многонациональный тюрьма народов, это называется почему-то российская. Я не знаю, ну, то есть, как хотите, называйтесь, если вы никакого отношения к русским не имеете, но вы почему-то называете российский. Ну, это ваше дело, на самом деле, тут такое дело. Но нету возможности у России решить этот вопрос каким-то образом по-военному. Ситуация очень, не знаю, насколько сейчас резонансна, но в Украине есть первая потеря в 16. Первая потеря в 16 сразу, чтобы объяснить, произошла во время самого массированного налета ракетного, который состоялся 26 августа. То есть, был ракетный налет. Я сейчас сижу, кстати, без света, чтобы было понятно. Был налет. 238 воздушных целей было, одновременно использовалось. Налет был около, по-моему, 7 или 8 часов. То есть, самый массированный за время войны. Ну, то есть, может быть, только в первый день или второй день, в феврале 2022 года, было больше воздушных целей, включительно с самолетами. Сейчас был самый большой воздушный налет. 238 воздушных целей, было 100 с чем-то ракет и 100 с чем-то шахетов. То есть, вот они там распределились между собой. Применялись, эффективно отработали, сразу скажу, эффективно отработали, сбито там около 80% целей. Но, естественно, проблемы были с кинжалами, с искандерами, потому что патриотов не хватает. Работали в том числе, и авиация работала по крылатым ракетам. И вот один из лучших наших пилотов, Мунфиш и его позывной, один из асов, который вместе с Джусом. Джус, это, кстати, тот тоже ас, который погиб 25 августа прошлого года. Тут уже как-то даже мурашки по коже. Он погиб 25 августа прошлого года. Мунфиш погиб 26 августа при выполнении боевой задачи. То есть, F-16 применялись. Он сбил официальную информацию от генштаба. Он сбил, или от командования воздушных сил. Он сбил три крылатых ракеты, один шахет. При заходе на следующую цель связь была потеряна с ним. Дальше ничего не известно. Но выходит безуглое и говорит, по моим данным, F-16 сбил Патриот. Естественно, начинается... То есть, там неврастейника вчера была по хаосу прорыва фронта. Кстати, хотелось бы спросить у этих людей, которые два дня кричат, что фронт засыпался, где прорыв обещанный. Вчера уже говорили, что уже под Днепром будет. Уже Днепропетровские русские войска. Но что-то не видно по карте. Даже Дипстейт. Дипстейт, кстати, он сейчас занимает такую тоже немножко нервную позицию. И преувеличивает иногда русские успехи. Но даже Дипстейт ничего не показал. Вот мы сейчас смотрели. Так вот, безуглое выходит. И просто вот людей с плохой психикой вообще бьет по темечку. Тут F-16 первый уничтожен. У всех паника, у всех депрессия. И тут безуглое говорит, friendly fire Patriot завалил F-16. Да еще и лучшего пилота. Но вопрос безуглое. Вообще информация секретная. То есть в любом случае я могу так сказать, что эту информацию может знать только несколько человек. Ну там Зеленский, понятно, Сырский. Кроме того, это могли знать люди, операторы Patriot'а и командного пункта воздушных сил, которые видят всю воздушную обстановку. Ты как ПОшник знаешь, что в принципе остальные люди не могут знать, кто кого завалил, потому что это в принципе невозможно знать. Ты не можешь знать. Подожди, не все так однозначно это другое. Подожди. Ну понятно. Тут я спрошу просто, просто спрошу. У меня один вопрос. У тебя спрошу. Просто знаешь, даже не как у военного эксперта, просто как у моего друга. Возможно ли, чтобы на F-16 не стояла система свой-чужой? Вот буквально, смотри, буквально три дня назад была публикация в американской прессе, что американцы оснастили, то есть это же европейские самолеты, американцы во время подготовки этих самолетов к передаче Украине оснастили самым современным радиоэлектронным оборудованием. Не-не, так вот дело, я же к этому веду, что эти самолеты не могли быть не оснащены в том числе системой свой-чужой, потому что электронное оборудование, оно бывает разное, но свой-чужой, оно должно быть обязательно. Давай я тебе приведу такой пример. Представь себе маму, которая выводит в мороз ребенка и не одевает на него там сапожки, валенки, обувь, выводит в носочках. Ты можешь себе представить такую маму? Ты не понимаешь дело безуглое. Я просто для того, кто не знает, это народный депутат, которая в последнее время занимает позицию резко негативную по отношению к командам уне вооруженных сил, она говорит, что это совки, это дебилы, это идиоты, то есть в ее концепции, в принципе, это возможно, потому что украинские генералы, они дебилы, совковые, и они могли просто вот дать приказ, поднять, я сказал поднять эти все F-16, меня это не интересует. Почему без шапки, товарищ сержант, так вас это не интересует? Ты что, совсем уже охренел? Так вы же помните, подходили вчера, вы меня спросили, почему без шапки? Знаешь, я сказал, не выгнали, а вы мне сказали, меня это не интересует. Чисто теоретически может быть, что летит самолет и врезается в ракету. Нет, ты же понимаешь. Я просто описал только что обстановку, 238 воздушных целей, различные скорости, крылатые ракеты и шахеды, они специально вот так летают, кинжалы, аэрополистические ракеты, которые видит только Патриот, Аске-Искандеры, Х-101, Х-69, это такие стеллсы. Очень много, очень много. Калибры. Очень много. Ты представляешь себе, небо Украины. Да, 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 Гела. И тут вот такой вопрос. Смотри, ведь ты как оператор системы ПО, ты же понимаешь, что не отличить калибр, Искандер и F-16 просто невозможно. Абсолютно невозможно. Тем более на такой системе, как Патрио. Я, конечно, не знаю, но в принципе все возможно. Знаешь, какой был случай в украинском ПО? Украинское ПО на самом деле одно из лучших в мире. Причем не только сейчас. Оно всегда было лучшим в Советском Союзе, потому что школа ПВО, она была в Киеве. У нас была Академия ПВО Советского Союза. У нас Воздухофлотский проспект, он там вот находится. Сейчас этот проспект называется Воздушных сил Украины, а раньше он назывался Воздухофлотский при Советском Союзе. То есть школа мощнейшая. Но в 2000, по-моему, первый год, когда были знаменитые стрельбы в Крыму, С-200 системы. А С-200 это самые дальнобойные системы. Там С-200В может лететь и на 300 километров, на 350. То есть это мощнейшая система. И проводились... Нет, 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 лететь она может на 500, у нее прицельная дальность 300. Да, да, да. Ну, я же говорю, что лететь она может далеко. Так вот, ну, я не помню, Гелла, ты помнишь этот случай, когда Кузьмук, министр обороны Кузьмук, у него постоянно случались какие-то вещи, там он точку У запустил по Браварану. Там было, знаешь, что ракета должна была уйти на самоликвидацию. А вот они выпустили ракету, они в цель не попали. Ракета должна была уйти на самоликвидацию. Да. Какой-то на букву М чудак просто-напросто не проконтролировал, что ракета включится в режим самоликвидации или нет. И просто отключился от нее. А ракета, вместо того, чтобы уйти на самоликвидацию, увидела цель, головка самодобедения у С-200. Жирную цель. Увидела цель и пожара. Гражданский самолет. То есть мишень находилась на дистанции 30 километров. Я не больше скажу, это же эзотерика какая-то. Всегда. Вот пускай я когда лечу самолеты, я иногда это вспоминаю и езжу. Значит, всегда войска ПВО во время учений своих. А учения проходят каждый день. Ну а что подсвечивать еще? Военных самолетов уже нет и без специальных целей. Подсвечивают и ведут гражданские самолеты. Вот летит гражданский самолет. Вот на него светит этот луч К-9. Радарами на него смотрим. Более того, подтвердить фотоконтролем. Фотоконтролем его сбивают. Никто ракету не выпускает, конечно. Но фотоконтроль вот здесь должна быть. Вот в этой точке должна ракета с самолетом. Это общепринятая практика была. Сейчас не знаю, но в войсках ПВО СССР это была общепринятая практика. Подтверждалась фотоконтролем. Это были ежедневные, ежедневные учения. Ежедневные. Вот это была просто боевая работа так называемая. Но тут были стрельбы. И там была ситуация очень вот такая вот. Ну, такая армейская, да? Вот чисто. Министр обороны Кузьмук приехал на стрельбище. Все отстрелялись. Естественно, командующий воздушных сил говорит, докладывает, что все цели поражены. Кузьмук вручает ордена, медали, там, часы с подписью министра обороны Кузьмук. Едут, как бы, уже отмечать это дело. А потом в новостях появляется, что почему-то упал, разбился самолет за 300 километров. Российский самолет причем. Летел в Израиль. И сбили его фактически над побережьем Турции. То есть, ну, реально там 300 километров, даже больше. Ну, и начинают. И потом начинаются через несколько часов вопросы. Так, подождите. Все цели поражены. Ну, то есть, вот, то есть, я к чему веду? На самом деле ситуации в ПВО, в авиации, это очень сложные вещи. Это очень сложные системы. Случаются разные. И в Украине, и в России, естественно, и в Соединенных Штатах постоянно падают самолеты, постоянно случаются ЧП всякие. Везде человеческий фактор, везде техника может не сработать и так далее. Это миллионы причин. Поэтому, да, все возможно. Я не исключаю, может, и ракета Патриот переключилась случайно на большую жирную цель в виде F-16. Но если там работает свой-чужой, оно не могло просто принципиально работать по этому. То есть, опять же, для С-200, для С-200 вот этой, да, этот самолет был чужим. Да, да. Он чужой. У него не было системы. Да, он должен просто... У него не было системы. Но дело, тут оператор настолько был обеспокоен приездом министра обороны, что он не обращал внимания, что цель продолжает двигаться. Да, то есть, ракета, он посчитал, что ракета ушла на самоликвидацию. Да, они подумали, да, ну все же, должна сработать система. Они не проконтролировали, что ушла ракета дальше. Ему надо было дальше отрабатывать самоуничтожение мануально. Но я о чем говорю? В любом случае, с этой катастрофой, царство небес на Мунфишу, лучшему пилоту Украины, с этим должны разобраться специалисты, посмотреть кто куда. Это все установлено будет очень быстро, потому что протоколы ведутся, это все современная техника, там все будет очень быстро установлено. А вот без угла нужно просто завалить свое производство звуков, потому что она не может знать, она не может знать ничего. Даже если кто-то сказал, что-то шепнул. Это секретная информация, это информация с тремя нулями секретности. Не надо об этом говорить, потому что когда сейчас, понятно сейчас, что произойдет. Когда выйдет, например, министр обороны, командующий воздушных сил и скажет через несколько дней, недель, что проведено расследование и установлено, что, например, ну не знаю, F-16 работал, шахет сделал, или там ракета действительно врезалась, не знаю ли, F-16 работал по одной цели, а в это время сработала, я не знаю, попала в него другая цель. Потому что ты говоришь, небо большое, но, например, мы не знаем в каком районе это происходило, эта ситуация. Но если, например, над Киевом, тогда над Киевом он мог столкнуться с ракетой. Я лично, смотри, я, например, вчера лично наблюдал, потому что вчера тоже был массовый обцел Киева, я смотрел, как шахеты прорывались в наше небо, и там действительно было, ну до 10 шахедов одновременно сбивалось. И если там представить еще несколько F-16, между ними еще там пытаются работать, но там действительно это просто ни словами описать ничем. То есть это такого опыта на самом деле, но вот Монфиш погиб, он сбил на F-16 в одном бою три крылатых ракеты. Я сомневаюсь, что у кого-то в мире есть такой опыт. А это обычная работа, каждодневная украинских летчиков. И Безуглая, которая сказала это, она разрушила очень многое. То есть доверие же командованию разрушено. То есть что бы сейчас ни сказала командованию, найдется, а русская пропаганда это уже подхватила, там идет сейчас такой вал, что мама, не горюй. В любом случае, что бы ни сказала украинское командование, найдутся люди, которые скажут, они отмазываются. На самом-то деле, Патриот сбил F-16. Вот послушайте, что говорит Безуглая. Патриот, это все бардак, это все... У меня, правда, другой вопрос. Что дальше будем делать, ребят? Что будем дальше делать? Я тебе честно скажу, что дальше. Дальше служба национальной безопасности должна провести тщательнейшее расследование. Почему это было сказано? Вопрос, ну, Безуглая она славится тем, что она в открытую оскорбляет, там, и Залужного сначала оскорбляет, а потом Сырского, но опять к ней относится, знаешь, к ней относится, она и ведет себя еще, знаешь, какая позиция, как такая немножко глупенькая девочка, да, есть такое вот, типа, ну а я-то что? Я просто выражаю мнение народа, да? Вокс попули, то есть я, в принципе, как, я, в принципе, мало что понимаю в этом деле, но вот мне сказали, я открываю тайны тех людей, которые кричат криком, какой у нас бардак в армии, какой у нас цирк и так далее, какие эти сволочи бросают людей на убой и так далее. То есть она говорит популистические вещи с наивным видом такой, она, кстати, рыжая еще к тому же, такой вот наивной девушки, которая мало что понимает, но говорит истину. Это очень опасно, и даже служеб безопасности к ней подходить, наверное, как-то не с руки, ну как к ней можно вот в чем-то обвинять? Война, слушай, у вас война, как, что же с ней с рукой? Согласен, согласен. Более того, вот мне сейчас, мы сейчас с тобой говорили, у меня сейчас очень хорошая мысль пришла в голову. Смотри, вчера еще отмечали очень трагическую страницу войны 14-го года, Иловайская трагедия. Иловайская трагедия. Масштаб, конечно, по сравнению с современными событиями, ну, не такой, но это была критическая ситуация, ключевой момент войны на самом деле. Тогда украинская армия, в основном добровольческие, тогда батальоны, потому что, в принципе, это же была антитеррористическая операция, даже не была войсковая операция со стороны Украины. К сожалению, тогда украинское руководство считало, что угроза внутренняя, то есть это не Россия напала на нас. Гиркин – это человек просто, который ведет войну, но как бы проблема, скорее всего, как бы внутренняя там и так далее, Донбасс. Ну, нам это насаживали, конечно, и российская пропаганда, и западные партнеры, но не к этому дело. То есть ситуация была такая, что в результате различных просчетов, когда украинская армия окружила Иловайск, а там оставался фактически последний оплот вот этих вот пророссийских, скажем так, или российских прокси. Сейчас вот это будет, российских прокси, да? Если бы Иловайская операция завершилась успешно, война бы закончилась, победа Украины в августе 2014 года. Все, после этого был бы финал, все. Но на тот момент украинские генералы считали, что Россия не может напрямую вторгнуться в Украину. Это примерно как сейчас русские считали, что Украина не может в Курскую область войти. Так вот, тогда украинские войска прямо рядом с границей с Россией проводили такую широчайшую операцию охвата, развернувшись тылом фактически к России, и проводили операцию по окружению Иловайска и еще более широкой территории, вообще не позаботившись о том, что происходит в тылу. А Россия ввела несколько батальонно-тактических групп, которые ударили в тыл украинским войскам, окружили часть украинских войск, там было по разным сведениям несколько сотен, до тысячи украинских военных. И после проведения переговоров на высшем уровне между руководством украинской армии и российской, Герасимов принимал участие, с украинской стороны там были генералы, которые тогда командовали операцией. И Россия, причем они учились вместе с Герасимовым, то есть там была такая ситуация очень интересная, я потом разговаривал с этими генералами, они говорили, что мы на самом-то деле мы доверяли вот этим словам русских генералов, потому что типа я с ними учился в одной группе в военном училище, потом в академиях учились вместе. Они мне сказали, брат, да, вот мы действительно открываем коридор, можете выходить. То есть в принципе понятно, что вам не удалась эта операция, мы ее нейтрализовали, угрозу нашим вот этим прокси, вы выходите, а дальше продолжаем воевать. Окей, так бывает. Тем более, что Россия не хотела, чтобы как бы муссировалось внимание к тому, что они напрямую зашли на территорию Украины. Помнишь, тогда же Путин говорил, что мы вообще не принимаем участие, какие-то там украинцы между собой бьются и так далее. И когда в 8 утра на следующий день открылся коридор, как бы, и украинские войска вышли в этот коридор, русские их просто расстреляли. Там погибло несколько сотен человек, просто как в тире. Расстреляли, нарушив слово офицера, генерала там, ну, понятно. С того момента, наконец-то, просветление наступило украинских генералов, что это война. Но к чему я это веду? После лавайской катастрофы украинское руководство, военно-политическое, согласилось на переговоры с Россией. Потому что не выдержали морального давления по поводу гибели несколько сотен человек. Не выдержали просто морального давления. И пошли на переговоры. В результате этих переговоров фактически это была капитуляция. Путин навязал минские договоренности, в которых Россия вообще не упоминалась. Ну и так далее. Дальше вы знаете. Изменение конституции, которое, слава богу, не произвели. Ну и, в принципе, дальше мы приблизились к этой большой войне. Я к чему веду? Что вот эти позавчерашние и истерики, которые... Прорыв фронта, русские идут, все, Киев и так далее. И мне напомнило, что, ребята, вы вот это вот нагнетание обстановки, потом не пеняйте, что Зеленский скажет, ладно, вы требуете от меня. Все, я прекращаю войну. Раз вы кричите, что русские уже идут в небо, что у нас генералы-дебилы, что воевать некем, что у нас одна безуглая держит фронт. Я иду. Хорошо, я соглашаюсь на ультиматум. Все, давайте, отдадим этот Донбасс, Крым, не вступаем в НАТО, Европейский Союз. Что там еще? Русский язык, церковь украинскую запрещаем и так далее. Ну и тому подобное. То есть мы этого хотим. Я просто спрашиваю неврастейников, которые вчера орали на всех углах, наращивая охват своих социальных сетей, там, не знаю, сколько подписчиков они себе набрали. Сегодня уже никто об этом не вспоминает, что интересно. С утра вообще как святой водой побрызгали. Оказывается, они уже пишут, что украинские воины героично отбили все. Русские бегут. Извините меня, а что вчера было? Что вчера было вообще? Я понимаю, что это законы бизнеса, социальные сети, они требуют эмоциональных качелей. Потому что если ты не создаешь эмоциональные качели, ты не набираешь подписчиков. Ну кому нужна спокойная сеть? Спокойный какой-то блогер, который говорит, у нас все хорошо, у нас все классно. Не, вот когда ты говоришь, все, прорвали, все, под Днепром. Сегодня утром говоришь, ребята, все классно, супер, наши победили. Всех отлегло, молодцы, выпиливали дольчика еще. Я бы перестал бы смотреть такое. Я тоже, ну то есть у меня, например, вчера очень много людей, которые до последнего момента были в нормальных каких-то, и они вчера даже начали догнать, что хаос, хаос. Ну, тут то есть прорыв, утрата контроля, то есть заголовки. Контроль над ситуацией украинской. На ютубе? Что, что? На ютубе? Где угодно. Телеграм, ютуб, фейсбук некоторые умудряются. То есть, в принципе, очень много всего было. Самое интересное, вот это мне больше всего, просто, как говорят, рука-лицо. Когда вот это все, реально люди, которые сидят в Киеве, орут, все пропало. Мы, говорит, мы утратили контроль на фронте. Ну, где ты и где фронт? Военные пишут, ребята, ребята, наши дорогие блогеры, сидящие в Киеве. То, что вы пишете, и то, что мне понравилось, один офицер написал, даже то, что сейчас пишет дипстейк, это бред. Вот они говорят, даже то, что пишет дипстейк, нету там такого, потому что они рисуют, что взяли там, взяли то, нету там такого. Мы, я сейчас нахожусь там-то, даем звездюлей таких русским. Да, русских много, русских как тараканов просто, они лезут как идиоты просто. И там много видео, как они просто русские идут просто в полный рост. Я не буду говорить, что они там под наркотиками, под еще, в принципе, я видел там, объясняли сами русские, как это делается. То есть командир роты, грубо говоря, строит струмовую группу, говорит, значит, смотрите, вам нужно дойти до такой-то точки, там уже наши закрепились, нужно подкрепление. Там уже хохлов нет, движемся. Они выходят, они реально, они думают, они уверены, что там украинцев уже нет. Им нужно просто подойти к точке и закрепиться, помочь товарищам, братьям. Они туда приходят, вернее, выдвигаются, на них летит артиллерия, кассеты, что угодно, FPV-дроны. Из 10 доходит 1-2. Приходят туда, там никого нет, но два человека дошли. Следующая группа строится через полчаса и горится. Значит, смотрите, там сидят товарищи, туда ушло несколько подкреплений, мы уже там сейчас формируем позиции. Нужно быстро выдвинуться в подкрепление. Эти люди опять выходят точно так же в полный рост. И когда вот с дронов мы видим, что происходит, кажется, что они под наркотой. На самом деле они просто под действием пропаганды и лжи своих командиров, которым пофиг, сколько человек погибнет. То есть если он потерял роту, ничего страшного. Он просто станет командиром другой роты. Он просто уйдет на доукомплектование этих, как шутят, миллионеров ему подгонят. Потому что, извините меня, каждый получает по 2 миллиона. Это без зарплаты. И приходит стадо необученных миллионеров, которым, возможно, эти миллионы еще не выплачены. То есть чем быстрее их утилизируют, тем больше сэкономят. То есть ситуация тяжелая. Я просто резюмирую. Да, у нас время подходит уже к концу. Ситуация тяжелая, но давайте без невростинических припадков просто. Более того, особенно те, кто не на фронте. Вот особенно те сидят в теплых местах и рассказывают об управлении фронтами, о том, как потеряна контроль над фронтом. Сначала давайте, может, выйдем на фронт, вы проведете операцию какую-то в составе отделения, не утратите контроль над этим, а потом будете рассказывать что-нибудь. Потому что люди, которые это рассказывают, они ни дня в армии не служили. Вот что самое главное. Которые солдата, может быть, вживую не видели. Но вчера волны такой нагнали, и я серьезно говорю, всем плохо было, потому что я знаю людей, которые просто журналисты мне звонили и говорили, что что нам делать, такое общение, что конец света наступил. И говорю, принять холодный душ, выдохнуть и, возможно, не почитать минут 15 социальной сети. Потому что, действительно, так можно дойти до ручки, на самом деле. Слушай, Миш, я сейчас хотел сказать всем нашим зрителям, что не Украина, это все, что вам нужно знать про соцсети Украины. Но я этого не скажу, потому что я скажу по-другому. Это все, что вам нужно знать про соцсети. Про то, как идет разгон с одной стороны, потом идет такая же реакция с другой стороны. Но самое интересное, за любым таким всплеском обязательно стоит чей-то интерес. А дальше простой принцип старый, римский принцип. Кому выгодно. Кому выгодно, делайте выводы. Это первое. И второе, я как-то вспоминал эту байку и сейчас вспомню. За последние два с половиной года я ее достаточно часто приходил мне вспоминать. В период моего детства, там, отрочества, юности, ходили по Грузии анекдоты, такие исторические, про Сталина. Почему Хрущев ненавидел Сталина? И один из таких исторических анекдотов, это, ты помнишь, да, я рассказывал? Когда Хрущев забежал, и немцы сегодня, сейчас уже слышно, я полюберу эвакуирую, а через четыре часа немцы будут в Москве. Сталин ничего не ответил, четыре часа просидел, четыре часа Хрущев у него простоял. Потом он подошел, выглянул в окно, потом подошел Хрущев и спросил, ну где же немцы? И высыпал ему пепел из трубки на голову. Так вот, мне часто хочется сделать то же самое, ну где же немцы? Где? Ребят, мне на протяжении двух с половиной лет говорят, Украина проиграет, сейчас Украину заставят, сейчас Украина пойдет на переговоры, сейчас Украина все сдаст. Понимаете, в чем дело? Есть хорошая кавказская поговорка, я думаю, что она и не только в Грузии есть. Если дерево говорит сохни, 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 оно засохнет. Так вот, ребят, украинскому дереву не надо говорить сохнет, не засохнет. Ну, абсолютно, потому что даже вот, какой, то есть вывод из этого, в соцсетях паника, офицеры, солдаты говорят, ребята, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, мы воюем. Да, тяжело, да, вы не представляете, как тяжело, но никакого прорыва там, там, там нету, потому что, и там же много чего было в этих вещах, что бегут, бегут украинские. Украинские солдаты, потому что понабирали в бусики, ТЦК и так далее, нет никакой мотивации. Ответ офицеров, которые пишут там в соцсетях, ребята, я не видел, вот я вот смотрю вокруг меня, никто не убежал. А у кого убежало? Вот вы можете назвать фамилия, имя, отчество командира, у которых начинает убегать рота, например. Может, командир плохой. Если командир роты разбегается рота, то зачем говорить, что сырский плохой, да? Это сырский виноват или командир роты? Или может, командир из водов? То есть в армии же все просто, там все очень понятно и все очень четко распределено по управлению. Поэтому не бывает так, что если говорят, что вот сырский идиот, бойцы молодцы, но фронт сыпется. Ну окей. С другой говорит, сырский вообще ничего не знает, ему докладывают бред, командиры бригад все скрывают, командир рот молодцы, солдаты бегут. Вообще ничего не понятно. Где командир бригады, где бойцы, где командир роты? Не складывается система управления. И сырский, который... Самое интересное, что на фоне вот этой истерики сырский был как раз на Покровском направлении. И написал вечером, что я лично тут сейчас нахожусь и работаю, и знаю, что происходит. То есть рассказывать сырскому с дивана в Киеве то, что происходит в Покровском направлении, когда сырский находится на Покровском направлении, как-то странно, если честно. И как-то оно не укладывается немного в логику процесса. Не укладывается и не уложится. Потому что есть... Ну, я скажу так. Я не верю в спонтанность чего-либо. Я верю, что за любой компанией стоит в данном случае российская ИПСО. Другое дело, что не все, которые об этом писали, конечно же, они агенты. Нет, конечно. Дело, оно есть. То есть я, например, отмечал, ну, как специалист по вот этим вещам, я отмечал уже несколько... Ну, ты сам замечал, что русская ИПСО заключалась в том, в общем, принизить значение Курской операции, просто ее вычистить. Ну, просто взять, вычистить. Вот сейчас же вообще про Курскую операцию ничего не известно. Она идет. Помнишь, Суслик видишь, нет? Но он есть. Он есть. А Покровская операция выпячивается таким образом, что там просто уже все. Вот уже Париж сразу же за Покровском. Вот сейчас еще пару движений, и Париж, Мандрид, все, на Олимпиаду. И девочкам на Мулен и Груш. Да, Мулен и Груш, все. И вот на этом фоне, когда оно все накручивается, дальше начинается хайп, дальше начинается, понятно, каждый уже начинает свой, грубо говоря, тактический интерес. А почему бы мне охват немножко не расширить? А сейчас я сломлю хайп. Я назову это видео. Все пропало? Фронт сыпется? Примите холодный душ. Да. Вот так. Ответ не в растеникам. Да, абсолютно. Вот давайте успокоимся, потому что... И помню, например, про Лавайскую трагедию, Лавайскую катастрофу, ее последствия, реакцию и все остальное. И стоит ли вообще вестись на горячие заявления, как русских, так и наших? Думаю, нет. Немножко надо подумать с холодной головой, что происходит и так далее. Спасибо, Миша. У тебя через три минуты другой эфир. Да. Поэтому все буду Украина и обязательно Мангусту придет звездец. Верим в ЗСУ и слава Украине. Героям слава. Героям слава, ну ладно.